Это ежедневный дайджест новостей Донбасса о войне на территории Украины. Мы продолжаем информировать вас о происходящем в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Подпишитесь на канал, комментируйте и делитесь этим видео. На Донбассе российская армия атакует по всей линии фронта. По данным Генштаба Украины, российские подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады сейчас переброшены в район Изюма и уже несут потери. Это военные, которые ранее были в Буче и принимали участие в убийствах мирных жителей и мародерстве. Сейчас на границе Харьковской и Донецкой областей идут ожесточенные бои. Ракетно-бомбовые удары не прекращаются не только по военным объектам, но и по жилым домам. Также российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Две ракеты сбило ПВО, но еще две попали в военный объект и два жилых дома. Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации Ту-95 России из акватории Каспийского моря. В результате обстрела погибли шесть человек, среди них трехмесячный младенец. Еще 18 получили ранения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию необходимо признать государством спонсором терроризма. Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – это террор. Россия должна быть признана государством спонсором терроризма и относиться к ней нужно соответствующим образом. Ни бизнеса, ни контактов, ни культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, обстреливающими мирные города ракетами. ВСУ нанесли удар по передовому пункту российских войск на Херсонщине, сообщает Главное управление разведки Минобороны. По его данным, погибли два российских генерала. Один тяжелоранен и в критическом состоянии эвакуирован. Персональные данные генералов уточняются. Пол Казов опубликовал новое видео из подвала Фазовстали. Там прячутся от обстрелов не менее тысячи человек. В основном это женщины и дети от младенцев до 14-летних подростков. Почти два месяца все они живут в этом бункере без возможности дышать свежим воздухом и без элементарных бытовых условий. В то время как российская пропаганда отчитывается о взятии Мариуполя, украинские военные продолжают удерживать часть заблокированного города. Хочется домой, хочется солнца увидеть. Очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живые, хотим увидеть своих родителей. Ну, не родителей. Родных. Родных там и так далее. Поэтому... Ну, 25-го. Ага. А вы тут працюете, чи... Ні, мы родители, родители. Ага. 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 телевиденью.